Ваш завтрак на столе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Это две разные вещи. Это одно и то же, идиот. Как вы смеете судить кого-то за то, что у него другая сексуальная ориентация? Как вы смеете? Вы не понимаете? Ты имеешь в виду ненормальная сексуальная ориентация, да? Значит, по-вашему, я ненормальный, потому что мне нравятся мужчины. А вы насилуете своих одноклассниц и выкладываете их фотографии. И вы считаете это нормально? Вот это ненормальность и извращение. Да, мне нравятся мужчины. И что? Я с этим живу. И вот что я думаю. Я лучше всех вас. Понятно вам? Я нормальный и в своем уме. Более того, то, что у меня это не болезнь. Это образ жизни. Другое видение вещей. Я намного более уравновешен, чем любой из вас. Идиоты. Что-то долго она собиралась поднять голос в защиту бедных. Она неудачница, как и Диего. Идиоты. Если вы носите штаны, это еще не значит, что вы мужчины. Ты права, моя дорогая неудачница. Может показать тебе, что я мужчина? Не знаю. Даже твоя девушка не может сказать нам, что ты за мужчина. Сядь, Анаиз. Нет ни одного парня на свете, которого ты могла бы возбудить. Бедняга, Эстебан. Вы все идиоты. Любая женщина в здравом уме увидит, какие вы жалкие и никчемные. Анаиз. Это не стоит того. Конечно, не стоит. Кто бы говорил, скромница. К счастью, я скромница. И не стану раздвигать ноги, как ты и твои подруги. Или чесать язык, как твой парень, который на каждом углу трубит, что он мачо. А на самом деле ничего не может. Диего намного больше мужчина, чем любой из вас. Да она просто ведьма. Это я и хотела увидеть. Как ты злишься. Хватит. Но если мы затронули эту тему... Я лесбиянка. И что? Будете со мной драться? ДИГАНСЯ 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 Тебе лучше? Я стараюсь, учитывая, какие у нас друзья дружелюбные. Они невежды. А я не знал, что ты... Лесбиянка? Наверное, очень хорошо скрывала. Твои подруги устроят тебе. Особенно Исабелла. Вот, наверное, взбесятся. Похоже, все-таки не такие мы уж и хорошие подруги. У меня так и не получилось сказать им. Как ты их терпишь? Не знаю. Выход один. Быть как они и радоваться этому. А что поделаешь? Теперь что будешь делать? Ты же теперь персона нон-грата. Не знаю. Но просто издеваться надо мной я им не позволю. Добро пожаловать в клуб. Спасибо большое. Клуб расширяется, да? И мы позволим им издеваться над нами? Думаю, нет. Конечно, нет. Ты, я и все, кто за нас. Уверена, таких много. Мы будем с ними бороться. Все просто. Либо мы, либо они. Они должны четко уяснить, что без боя мы не сдадимся. Пусть знают это. Мы не сдадимся. Сантьяго. Сантьяго. Что такое? Ты что, избегаешь меня? Да? Почему? Потому что я устал от этой испорченности и умопомешательства. Это самый дипломатичный способ отшить того, кто тебе надоедает. Я не хочу говорить об этом. Нет ответа. Тоже ответ. Верно. Так? Я хочу держаться. Как можно дальше от всех. Я не гей. Я не наркоман. Я не насильник. Понятно? Никто. Мне жаль. Ты нас всех в одну кучу свалил. Думал, ты лучше. Но ты как они. И ты пропустил людей в своем списке. Трусов. Тех, кто всегда сидит тихо и позволяет этому происходить. Это я такая или здесь действительно очень скучно? Да, эти вечеринки скучные. Зачем тогда мы пришли? По одной причине. Просто, чтобы показаться. Да. Тут у нас серьезные вспышки гомофобии. Вот так-то. А вы двое? Нет. Диего, Диего гомосексуалист. Хотя это становится кошмаром, я пришел, потому что меня пригласил Санти. Иначе не пришел бы. Я думаю, это хорошо, что ты не скрываешься. Устал скрываться, учитывая, какие у меня одноклассники. Теперь все об этом знают, но меня это не волнует. Абсолютно не волнует. И вас не должно волновать. Привет. Как дела? Мы в порядке. Все хорошо. А у меня идея. Может, хотите повеселиться? Правда? Я могу организовать вам комнату. Вам четверым. Вы можете там заниматься своими делами, никому мешать не будете. Не смеши меня. Если у нас другие сексуальные предпочтения, это не значит, что мы неразборчивы в связях или хотим воспользоваться этой мерзкой вечеринкой. Не думайте так о нас. Ну что за характер? Я просто хотел помочь вам. Делайте, что хотите. Отдыхайте. Матиас. Ну что тебе, Гомик? У тебя действительно есть комната для нас? Есть, да? Да. А что? Можно ею воспользоваться? Напьюсь. Почему ты зациклился на мне? А что с тобой? Мне кажется, я тебе нравлюсь. Ты же из туалета не выходишь, когда смотришь на меня. Не связывайся со мной, Диего. Я знаю, что мне нужно. Успокойся. Не надо демонстрировать мужественность так агрессивно. Не стой. Могу его показать тебе по-другому. Давай. Покажи мне в спальне, какой ты мужик. Покажи, давай. Нет. Не на улице. Я тебе просто морду разобью. Какой агрессивный мужчина. Ты сразу поймешь, почему приставать нехорошо. Такого больше не будет. Конечно. Наверное, у тебя живот болит. А ты что думал? Что мы уйдем и не вернемся? Зря надеялся. В следующий раз тебе это с рук не сойдет. Рядом не будет никого, кто тебя защитит. Ты понял, Диего? В любое время, в любом месте, я тебя не боюсь. Ты сразу поймешь, почему приставать нехорошо. Такого больше не будет. Конечно. Наверное, у тебя живот болит. А ты что думал? Что мы уйдем и не вернемся? Да. Не знаю, как я до сих пор хожу. Эти вечеринки, я не понимаю. Спасибо, что взял меня туда. Почему? Ты встал на мою сторону. Нет, я просто хотел доказать себе, что я... У тебя получилось. Ты тоже все хорошо сделал. Не знаю, откуда смелость появилась, чтобы ударить Матиаса. Не знаю. Ты все отлично сделал. Я никогда не говорил тебе таких вещей, но сейчас я горжусь, что... Что я твой друг. Я знаю, что звучит неуклюже, но это правда. Я очень рад, что ты мой друг. А можно спросить у тебя? Конечно, давай. Когда подруга Лауры Флора спросила тебя, не гомосексуалист ли ты, мне стало немного не по себе. Как ты отреагируешь? Мне тоже. Поэтому я все и разъяснил. Так что ты хотел спросить-то? Я слушаю тебя внимательно. Нет, ничего. Хочешь что-нибудь выпить? Давай что-нибудь покрепче. У тебя еще нет удостоверения? Конечно, есть. Ладно, что-нибудь покрепче. Это твоя сотка? Не знаю такого номера. Ответь, может, что-то срочное. Алло? Сантьяго? Это Марта. Марта? Почему ты звонишь мне так поздно? Извините, но это срочно. Ваша мама в больнице. Наверное, опять напилась. Ничего страшного. Послушайте. Не беспокойся. Ей надо просто проспаться. Завтра она будет в порядке. И снова напьется. Нет, все намного серьезнее. Почему? Дело в том, что мой брат был у нее в центральной больнице. Они сказали, что им нужно поговорить с родственником, чтобы получить разрешение. Разрешение на что? Кажется, ее нужно оперировать. Спасибо. Я уже еду в больницу. Спасибо. Что-то серьезное? Не знаю, но мне нужно идти. Прости. Я пойду с тобой. Не беспокойся, Диего. Пожалуйста, Санти, я хочу пойти с тобой. Сантьяго. Что ты здесь делаешь? Слышал, твоя мама больна. Они сначала тебе позвонили, да? Сантьяго. Как она? Не знаю, как объяснить. Мистер Габриэль. Да. Это Сантияго, сын Вероники. Рад, что вы пришли. Как моя мама, доктор? Она перенесла хирургическую процедуру без должной подготовки. А что за процедура? Что они с ней сделали? Мы полагаем, это была пластическая операция. Нам мало что известно. Ее оставили у дверей приемного отделения. Кто-то привез ее и оставил у нас. Она сейчас в тяжелом состоянии. Как она сейчас? Состояние серьезное. Мы пытаемся стабилизировать ее состояние, но пока диагноз поставить не можем. Доктор, я займусь всеми бумажными делами и всем, что вам нужно. Позаботьтесь о ней, пожалуйста. Конечно, с вашего позволения. Ситуация критическая. Как это критическая, доктор? Я должен поговорить с вашим отцом. Его сейчас нет. Я единственный член семьи. Говорите мне. Следующие сутки критические. Ваша мама впала в кому. Сантьяго, как твоя мама? Она в тяжелом состоянии, друг. Мне жаль. Я так с ней плохо обращался. Не надо теперь винить себя, Сантьяго. Не надо. Я никогда не слушал ее. Ты представляешь, никогда. Никогда не давал ей шанса узнать меня, поговорить со мной, просто как мама с сыном. Она не умрет, Сантьяго. Не думай самое плохое. Она впала в кому. Если переживет эти сутки, это будет чудо. Ты понимаешь? Если эти сутки... Ты веришь в Бога? Не знаю. Конечно, он есть. Попроси его с верой. Это не так просто. Ты жалеешь об этом? Пойми, Диего, я очень боюсь. Идем. Я отведу тебя в одно место. Я никуда не хочу. Сантьяго, пожалуйста. Давай помолимся за выздоровление твоей мамы. Идем. Сантьян. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...